Омск Очень символично, что сегодня в день проведения чемпионата России также стартует наша классическая велосипедная гонка Tour de France. В любом случае велосипедный спорт BMX является частью велосипедного спорта и именно с наших маленьких велосипедов вырастают большие чемпионы. Одной из фишек открытия чемпионата России 2017 года стал показательный заезд ветеранов омского BMX, которые выступали в этих соревнованиях ровно 20 лет назад. Сергей Корпец, Владимир Бурлевич и Андрей Баскаков дали торжественный старт соревнованиям. БМX это исконно как бы омский вид спорта, мы все это прекрасно знаем. И вот там и тот же Женя Комаров, который участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, наш земляк. Да, он там перебрался в другой регион. Много ребят, к сожалению, ушли в другие регионы, но они продолжают свою спортивную карьеру, а начинали они все в Омске. Омская школа BMX спорта, ну, пожалуй, самая такая развитая в стране. И не случайно, что у нас появился благодаря там Павлу Владимировичу Костюкову такой прекрасный трек именно для BMX, который позволяет нам проводить соревнования такого высокого уровня. Чемпионат 2017 собрал в поселке Ростовка на единственной в России трассе по суперкроссу более полусотни именитых спортсменов со всех уголков страны. На старт вышли участники Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Евгений Комаров и Ярослава Бондаренко. На протяжении трех дней зрители наблюдали за острой борьбой спортсменов в заездах на время, гонке классик и эстафете. Основные баталии на трассе развернулись в классической программе, ведь именно по ее результатам формировалась сборная страны для выступления на чемпионатах Европы и мира. На высшую ступень пьедестала среди неоров поднялись Варвара Овчинникова из Мордовии и Илья Бескровный из Санкт-Петербурга. Это был мой первый год по неорам. Спортсмены были достаточно серьезные. У меня было лично для меня четыре серьезных соперника. Мы были все на равных условиях, ехали в тютельку. Ну, оказался первый тот, который не боится. Он прыгает уверенно. Не думает о последствиях. Среди мужчин и женщин больших сюрпризов не произошло. Первым к финишу пришли москвичка Ярослава Бондаренко и воспитанник Омской школы БМХ, сейчас защищающий честь Республики Мордовия Евгений Клещенко. Сегодня я настроился в финальном заезде на очень хороший старт. То есть я попал в стартовую планку, что дало мне некое преимущество, потому что я ехал с старта первым. Сумел чуть-чуть опередить противников и войти первым в первый вираж. То есть этого было достаточно, чтобы удержаться на первой позиции. Не с пустого места я так стартанул. Это постоянные тренировки, постоянная работа над собой. И в нужный момент просто я сумел сконцентрироваться и стартануть, выдать себе максимум именно в финальном заезде. А Ярослава Бондаренко после финиша призналась, что главной ее целью на этих соревнованиях была не победа. Но она стала отличным подспорьем к подготовке к международным стартам и, конечно, приятным дополнением к непередаваемым эмоциям. Это такие ощущения. Вот в детстве все мечтали летать, да? А это у тебя вот. Ты разгоняешься, это скорость. Это вот ты чувствуешь ветер, ты чувствуешь все под собой. Это определенные чувства, это адреналин постоянно, это гонка, это просто жажда вот этого. Когда приезжаешь домой, ты как будто, как вялый, как цветочек, начинает за этого, затухать. Все, так же и здесь. Ты когда гоняешь, ты цветешь, а когда все это прекращается, ну, как-то нет. Цели были выполнены, то есть задача была не выиграть там, допустим, да, а просто проехать трассу без ошибок. Если ты проезжаешь трассу без ошибок, это автоматически за это преимущество. Все, я считаю, что я проехал трассу без ошибок, и это мне помогло оказаться на высшей ступени. В третий день спортсмены соревновались в эстафете. В этом испытании лучшими оказались команды Мордовии, как в венеорском, так и в элитном классе. Здесь участник Олимпийских игр, а также воспитанник нашего региона Евгений Комаров получил вторую золотую медаль в рамках чемпионата. К слову, за неделю до чемпионата страны ростовская трасса приняла старты международного уровня Омск Опен, где спортсмены боролись за очки рейтинга UCI. Согласно ему, формируется сборная России, которая будет защищать честь страны в летних Олимпийских играх в Токио. Ну а пока велогонщики нацелились на медали чемпионатов Европы и мира. Конкуренция с каждым годом у нас растет, и те спортсмены, которые борются у нас за попадание в списочный состав сборной команды России, ну, все сложнее и сложнее нам определять приоритеты расставлять. Тем не менее, по результатам чемпионата у нас сформированы окончательные составы для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира. Настрой боевой. В этом году у нас 9 человек были на пьедестале этапа Кубка мира в различных вариациях, и поэтому мы ожидаем довольно-таки хорошего выступления на ближайшем чемпионате Европы и чемпионате мира. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok